Всех приветствую, давно не было видео, я сейчас болею на самом деле, поэтому сейчас не до ютуба, но давайте сейчас, поскольку тут очень важная такая ситуация, разберем, что вообще произошло, почему такой рост, куда он идет и что делать, самое главное. Так, ну давайте начнем тогда с малых таймфреймов. Во-первых, даже отката не дал биток, я ожидал его сюда и потом рост. Сразу дали, но в итоге вот увидим, что все это слили дело, то есть это был просто памп. Обычный памп с залью вам денег на якобы Китае, якобы китайцы побежали покупать, на самом деле, какие-то не китайцы, это просто манипуляторы загнали цену вливанием тезера, и теперь вы сейчас все в ракету позалетаете, а что будет дальше? Ну, конечно же, вас из этой ракеты выкинут, и после этого будет рост еще выше. Я примерно ловлю биток вот в этой проторговке, то есть 8500, 8700, там еще FIBA 62-я, при этом не сразу может пойти цена вниз, может еще попилить, то есть все, что угодно здесь может быть, но мы придем вот сюда, в эту проторговку, это всегда так происходит, поэтому там буду открывать лонг, стоп, к сожалению, далекий, но ничего не поделать. Либо можно какой-то разворотный фрактал подождать, стоп сюда-то втыкать. Опять же, могут сделать так, вылететь, поэтому стоп лучше куда-нибудь сюда вообще ставить надежнее. Но суть в том, что отсюда роста я не вижу. Вряд ли это будет, потому что пальто, не буду их смотреть, разволновки такие треугольные, то есть суть в том, что вот что-то такое, вот там они рисуют и туда влетят. Но то, что это импульс, то, что рост продолжится, это вне сомнений, но давайте смотреть, а куда он может продолжиться, какие есть варианты. Давайте включим четырехчасовики, и мы видим здесь огромнейший рост, большую такую коррекцию, и дальше идет рост. Какие тут варианты? Во-первых, самый примитивный вариант, самый мелкий. Что здесь мы дали тройку, здесь мы дадим тройку. И потом будет еще тройка вниз. Такой хитро-попый вариант, когда дадут еще один импульс, соразмерный вот этому, вверх, куда-нибудь точно 12, а потом всех сольют обратно на 8. Это будет вариант большой треугольник. Давайте сейчас водорисую. Это будет 3, 3, 3, сюда 3, сюда 3, а потом тузамунить. Куда тузамунить, пока не знаю. То есть вот такой будет дикий распил, не знаю, возможно он нет, но это вариант минимум. То есть тот, кто купит по 8 600, тот имеет шанс ездить на 12 как минимум. Давайте смотреть, какой вариант более толковый, более тузамунный. Если это не треугольник, если мы 12 тысяч прошьем, там еще выше уйдем, то куда мы пойдем? Мы пойдем тогда вот на этот перехай. Будет тогда вариант, что мы тут даем просто импульс. Какой-нибудь вот такой вот, что это по итогу будет. Ну, хотя давайте даже лучше нарисую. Тут. Сейчас не знаю даже, как нарисовать-то. Сейчас, секунду. Так, здесь. Ладно, не буду, короче, выдерживаться. Вот сюда мы уйдем, на 14-16. Потом пойдем сюда. На 2000. Это вариант с двойным зигзагом. Здесь волна X, кто в курсе. Здесь волна Y. Такое возможно, но возможно. То есть, то есть в том, что если мы 12 тысяч прошибаем, следующая цель уже идет на перехай. И после перехая уже будет риск, что вас ограбят. Какой еще вариант? Есть вариант еще лучше, чем этот. Если действительно сейчас много денег зальют в рынок, то мы пойдем еще бодрее. Давайте даже дневки включу. Потому что это уже более глобальный барик. Что мы пойдем рисовать пятерку сюда. Импульс большой. И после перехая нас сольют. Тут опять же будет мания. Все купят. Естественно, повезут их вниз. Причем вариантов такого есть два. Что есть, что выбьем вот это дно. Второй вариант, что не выбьем это дно. Эти варианты, самое смешное, что ведут вверх. Оба. Это у нас будет расширенный флэт. Здесь у нас A. Здесь у нас B. Здесь у нас C. Либо тут она, либо тут она. То есть она бывает не добивает до дна, бывает перебивает дно. Есть такой вариант. Есть такой вариант. Ну и самый тупой вариант. Что все, халява. Купил и сидишь, и есть 100 тысяч. Раза-то зануда. Но кто в это верит, пожалуйста, я не против. Давайте тогда подытожим, что у нас по итогу. По итогу у нас интересная такая штука. Что, скорее всего, мы вот эти 14 тысячи вынесем. Если мы дойдем до 12, там будет цельное сопротивление. Есть шанс, что все, приехали, нас сольют. Вариант с перехаем, но он такой запасной. И в итоге что тут делать? Все очень просто. Надо покупать по 8600. Ставить стоп куда-нибудь. Иди вот сюда за это дно. На 7200. И спокойненько ждать, когда мы перейдем хотя бы на 11500, на 12200. А то и на 14000. И там уже желательно все продавать. По крайней мере, у меня такая стратегия будет. По альтам абсолютно то же самое. Нет, на что там разметки другие. Все-таки побольше слили. Но суть в том, что биток надежнее. Его пампят. Альты так немножко в битку просеяли. Поэтому лучше пока туда не лезть. Надежнее в битке. Вот такой вот вариантик у нас. Что еще могу сказать? С обзорами сейчас пока завязываю. У меня, честно говоря, надоело это все. Людей стараешься просто так. Что-то делаешь, а они только грязь поливают. В итоге пока забью на это дело. Все, что я сейчас думаю, сказал. Лови тебе точку. Явно пойдет выше, чем 10500. Сливы отсюда вообще никак не нарисовать. Поэтому 10500, 14500 куда-нибудь туда. Вот там можно будет продавать. Шортить такое нельзя. Просто нельзя. Хотя сейчас, кто экстремалка, нужно любое движение. Скорее всего, мы что-то увидим. 8700. Вот такие пока идеи. Еще раз повторюсь, обзоры будут редкие. Мне сейчас просто не до этого. У меня со здоровьем проблемы. Да и желания особого нет это делать. Потому что много неблагодарных людей. В общем, до следующей встречи. Не знаю, когда будет обзор. Но раз в неделю, буду стараться что-то высказывать.